Теперь мы с помощью линейной алгебры решим на первый взгляд совершенно школьную задачу. Пусть у нас есть иррациональное выражение, а мы хотим его упростить. Это называется избавиться от иррациональности в знаменателе. Когда иррационализм квадратичное, это несложно сделать, есть специальный прием домножения на сопряженное. Но здесь у нас иррациональность кубическая. Что делать в этом случае? Понятно, что если взять какие-то специально подобранные коэффициенты А, В и С, то задачу можно решить в некоторых случаях. Например, вот в этом конкретном примере, когда мы делим на корень кубический из двойки плюс один, мы можем воспользоваться формулой для разности кубов и немедленно избавиться от иррациональности в знаменателе. Но если А, В и С произвольные, то совершенно непонятно, что же нужно делать, чтобы желательно, без слишком громоздких вычислений получить ответ. И даже непонятно, всегда ли можно избавиться от иррациональности. А вдруг в некоторых случаях, что ни делай, не получится записать это как линейную комбинацию степеней корня кубического из двойки. Как тут помогает линейная алгебра? Видно, что мы имеем дело с линейной комбинацией, а если есть линейная комбинация, то естественно можно воспринимать ее как элемент некоторого векторного пространства. Какого? Оказывается, на числа тоже можно смотреть как на векторы. Давайте на вещественные числа смотреть как на векторы над полем рациональных чисел. Почему мы так можем сделать? Потому что вещественные числа можно складывать, это сложение векторов в нашем векторном пространстве, и можно умножать на скаляр, где скаляр – это теперь рациональное число. Таким образом, естественная операция сложения и умножения на вещественных числах позволяет превратить вещественные числа в векторное пространство над рациональными числами. Как нам это помогает? Во-первых, мы сразу видим, что выражения, которые фигурируют в задаче, это линейные комбинации векторов с рациональными коэффициентами. Поэтому мы можем пытаться применять методы линейной алгебры. Сейчас мы это и проделаем. Но для начала давайте попробуем понять, с каким вообще пространством нам нужно иметь дело в этой задаче. Потому что если возьмем все вещественные числа, то это очень-очень большое векторное пространство. Например, вы можете пытаться найти его размерность, это не очень просто, но можно доказать, что размерность вещественных чисел как векторного пространства над рациональными бесконечна. То есть вы не сможете построить никакого конечного базиса. Но нам не нужно работать в этом громадном пространстве, нам достаточно взять маленькое подпространство. А именно давайте возьмем все выражения, которые являются линейными комбинациями трех векторов. Один, корень кубический из двойки, корень кубический из четверки. Вот возьмем все возможные линейные комбинации этих векторов. Иными словами, возьмем подпространство, натянутые на эти три вектора. Понятно, что это по построению конечномерное пространство, причем его размерность не больше, чем 3, потому что оно заведомо порождается по строению тремя векторами. Но хотелось бы выяснить, а действительно ли эти три вектора линейно независимы? То есть действительно ли это пространство трехмерно или оно еще меньшую размерность имеет? И действительно можно проверить, что векторы один, корень кубический из двойки, корень кубический из четверки образуют базис в подпространстве, которое мы рассматриваем. То, что они порождающий набор, это по определению нашего подпространства. И единственная нейтральная вещь, которую нужно проверить, это то, что они линейно независимы. И на первый взгляд это выглядит довольно гиблой задачей, потому что давайте запишем их линейную комбинацию с рациональными коэффициентами. Мы хотим показать, что тогда все коэффициенты λ1, λ2, λ3 равны нулю. Ну, первое, что приходит в голову, перенести один из членов в другую часть, возвести в куб, и можно и там что-то сократиться, но с квадратами это работает. А с кубами получается, что все время вылезают все новые и новые рациональности. И из этого метода, если вы пытаетесь его провести, никак не видно, почему что-то должно сократиться. Но, оказывается, гораздо проще будет, если мы воспользуемся инструментами линейной алгебры. То есть будем использовать идеи из линейной алгебры. У нас есть линейная комбинация векторов, которая равна нулю. Давайте попробуем из этой линейной комбинации получить новую линейную комбинацию с другими коэффициентами. Ну, конечно, можно все умножить на одно и то же рациональное число, но это неинтересно. Мы хотим получить принципиально новую линейную комбинацию. И тот факт, что мы имеем дело с векторами, которые по природе свои числа, помогает нам получить принципиально новую линейную комбинацию. Нужно умножить не на рациональное число, а на иррациональное, на корень кубический из двойки. Когда мы линейную комбинацию умножим на корень кубический из двойки, мы получим новую линейную комбинацию с другими коэффициентами. Теперь, используя эти две разных линейные комбинации, мы можем изготовить линейную комбинацию, в которой один из коэффициентов равен нулю. Как это аккуратно сделать? Ну, во-первых, давайте рассмотрим случай, когда коэффициент λ3 изначально равен нулю. Я утверждаю, что в этом случае λ1 и λ2 тоже равны нулю. Но это следует тому, что корень кубический из двойки – число иррациональное. Поэтому, если мы получили, что какая-то линейная комбинация единицы и корень кубический из двойки равно нулю, а коэффициенты – рациональные числа, то это противоречит тому, что корень кубический из двойки нельзя представить как частное двух рациональных чисел. Поэтому λ3 не равно нулю. И, злоупотребляя его значение, мы можем сразу поделить на λ3 и считать, что у нас изначально λ3 было равно единице, а λ1 и λ2 – какие-то коэффициенты рациональные. Теперь мы умножаем эту линейную комбинацию на корень кубический из двойки. Получаем новую линейную комбинацию. Видно, что ее коэффициенты не образуют набор пропорциональный исходному набору коэффициентов. Поэтому, если мы домножим первую линейную комбинацию на подходящий скаляр рациональный и вычтем из второй, мы убьем коэффициент при корне кубическом из четверки. И опять получим, что у нас есть линейная комбинация единицы и корни кубической из двойки, которая равна нулю. Теперь осталось посмотреть на коэффициенты в этой линейной комбинации. Получились некоторые выражения от λ1 и λ2, которые должны быть равны нулю. Одновременно. Но если мы пытаемся решить эту систему из двух равнений, мы увидим, что опять же рациональных решений нет, и причина снова в том, что корень кубический из двойки – это иррациональное число. Поэтому λ3 не может быть равно единице. Потому что мы тогда не сможем подобрать подходящие λ1 и λ2. Вот такое вот доказательство. Я хочу заметить, что идея линейной алгебры нам в этом доказательстве действительно помогли достичь успеха. То есть если бы мы действовали только методами школьной алгебры, мы бы даже не догадались производить вот такие вот действия с линейными комбинациями. С другой стороны, если мы мысли в категориях линейной алгебры, то такого рода действия сами собой приходят в голову. То есть идея доказывать именно так очень естественна именно с точки зрения линейной алгебры. Поэтому смотреть на вещественные числа как на векторы над рациональными числами – это на самом деле полезная идея. Потому что нам позволяет придумывать какие-то ходы, которые мы в рамках школьной алгебры не придумали бы. То есть задача, на первый взгляд, совершенно школьная, но чтобы ее решить без лишних вычислений, удобно использовать на ней алгебру. То есть в каком-то смысле идея рассматривать векторы над рациональными числами – это не что-то искусственное, не какая-то такая наука ради науки. Это наука, которая нам помогает лучше понять школьную алгебру. Теперь, когда мы поняли, что подпространство трехмерное и построили в нем базис, мы можем вернуться к решению исходной задачи. Сейчас есть одна линейная комбинация базисных векторов, а мы хотим подобрать другую линейную комбинацию базисных векторов. Так что, если мы их перемножим как вещественные числа, то мы получим базисный вектор 1. Понятно, что когда мы перемножаем, у нас получаются подобные члены, то есть получается несколько членов, которые имеют вид единицу умножить на какое-то рациональное число, корень кубический из двойки умножить на какое-то рациональное число и корень кубический из четверки умножить на какое-то рациональное число. Вот когда мы приведем все эти подобные члены, у нас получится в левой части вектор, разложенный по базису. А в правой части у нас изначально вектор, разложенный по базису, его координаты 1, 0 и 0. Потому что единица – это 1 умножить на 1 плюс 0 умножить на корень кубический из двойки плюс 0 умножить на корень кубический из четверки. Поэтому, чтобы векторы в левой и правой части были равны, необходимые достаточно, чтобы их координаты в базисе были равны. То есть у нас получается 3 линейных уравнения на 3 неизвестных x, y, z. Причем коэффициенты уравнений – рациональные числа. Поэтому эту систему можно решать методом Кауса над рациональными числами и получить ответ, если повезет. Например, вы можете подставить числа АВС из того примера, в котором мы уже нашли ответ с помощью формулы для разности кубов, и посмотреть, получится ли он с помощью решения этой системы. То есть метод Кауса позволяет нам решить эту систему для любых конкретных значений АВС, либо доказать, что решений нет. Но поскольку мы математики, нас интересует не решение, конкретные задачи для конкретных чисел. Нас интересует вопрос, а всегда ли эта задача имеет решение? И если имеет, то как это обосновать? А если не имеет, то как построить гонт-пример? Кстати, на тривиуме бывает похожая задача с конкретными числами. И там, конечно, чтобы ее решить, достаточно применить метод Кауса и надеяться, что решение найдется. На самом деле, оно действительно всегда найдется. То есть эта система всегда будет совместной. Потому что могло бы получиться, что после преобразования методом Кауса у нас получилась матрица нулевая строка, а в столбце преобразованном правых частей получилось в этом месте что-то не нулевое. То есть получилось сравнение иное равно 1 или что-то подобное. И понятно, что тогда решения нет. Но оказывается, вот в этой задаче, какие бы А, В и С мы не взяли, после преобразования методом Каусс у нас получится диагональная матрица с единицами на диагонали. То есть стандартная ступенчатая форма всегда будет иметь полный ранг. То есть не будет содержать нулевые строки. И чтобы это доказать, тоже полезно посмотреть на эту ситуацию не с точки зрения школьной алгебры, а с точки зрения линейной алгебры. Я даже дам подсказку. Нужно будет применить теорему о ядре и образе. О связи размерности ядра и образа линейного оператора. Или что та же самая теорему о связи ранга матрицы и размерности пространства в решении однородной системы уравнений с такой матрицей коэффициентов. Я призываю вас подумать над этим вопросом, почему всегда будет решение у системы. А на семинаре мы к этой задаче еще вернемся. Это был последний фрагмент лекции этой недели, а на следующей неделе мы перейдем к определителям и поймем, как определители матриц связаны с объемами параллелепипедов. До свидания.